Осень, холодно, малина. Осенняя малина, говорят, не самая вкусная, но, безусловно, желанная. А еще я люблю осеннюю малину за то, что она практически никогда не бывает червивой. Ну, чтобы вырастить осеннюю малину, придется потрудиться. Для начала нам надо приобрести так называемые ремонтантные сорта. Наверное, все знают, что обычная, вернее, обыкновенная малина плодоносит на прошлогодних побегах. То есть, однолетний побег растет все лето, зимует, и потом на следующий год на нем вырастают ягоды. У ремонтантной малины осенью на однолетних побегах, эти однолетние побеги, появляются ягоды. В принципе, можно еще получить дополнительный урожай на следующий год на двухлетних побегах. А это на секунду отвлекусь, покажу вам пластиковые такие заграждения, которые вертикально вкапываются в землю и не дают малине расползаться по участку. Должен сразу предупредить, что такая ремонтантная малина требует очень высокого уровня агротехники. То есть, ухаживать за ней надо, ого-го, как знаю, очень много людей, которые приобрели за большие деньги современные сорта ремонтантной малины, посадили их и думали, что вот они сами будут давать урожай без всяческого ухода. И потом куда-то эти сорта делись. Вот такая вот полудикая малина растет, понемножку плодоносит, а ремонтантные сорта делись неизвестно куда. Не везде, даже при очень хорошем уходе, можно получить два урожая за сезон. Поэтому, например, в Подмосковье чаще всего любители получают осенний урожай на однолетних побегах, которые потом вырезают. Сортов, внесенных в реестр селекционных достижений, десятки, так что есть из чего выбрать. Но я посоветовал бы останавливаться на тех, которые районированы в вашей климатической зоне. Потому что есть сорта, которые достаточно поздно начинают плодоносить, и вы при ранних похолоданиях просто рискуете остаться с зелеными ягодами. Это очень обидно. Запомните фамилии знатных селекционеров, авторов самых лучших сортов ремонтантной малины. Это Иван Казаков, Виктор Кичина, Сергей Евдокименко и Илья Шевлев. Вот если вам попадутся сорта этих селекционеров, гарантия, что вы останетесь довольны. Теперь по самим сортам я расскажу просто о тех, которые мне больше всего понравились на вкус. Это, конечно же, Брянская Дива, Августина, Бабье Лето, Таганка, Карамелька, Желтые Золотые Купола и Оранжевое Чудо. А из иностранных сортов мне очень понравился польский сорт Полка или Полька. Так что, друзья, выбирайте себе сорта, которые вам больше понравятся. Покупайте их лучше всего в питомниках, а не в интернете. И помните, хоть за ремонтантной малиной придется поухаживать побольше, чем за обыкновенной, но вам побольше она принесет и радости, и здоровья.